ТРАССА СТО ОДИН Приветствую! В эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России снизилось число смертельных автоаварий, сообщило МВД. По сравнению с первым полугодием 2016-го, в том же периоде 2017-го показатель уменьшился почти на 6,5%. Погибших в ДТП стало меньше на 11%, раненых на 5,5%. Всего в прошлом году на российских дорогах жизни лишились 20 308 человек. Для сравнения, в 2012-м их было почти 28 тысяч. ТРАССА СТО ОДИН Правительство одобрило идею увеличения лимита выплат по европротоколу с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Теперь соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму. Кроме того, он предусматривает возможность самостоятельного оформления ДТП при наличии разногласий между его участниками. Плюс для этого предлагается создать мобильное приложение. ТРАССА СТО ОДИН Ежедневно по дорогам нашей страны передвигаются 52,5 миллиона автомобилей. Цифру озвучил первый замминистра МВД Александр Горовой. По его словам, это очень много для российской дорожной инфраструктуры. Необходимо взаимодействие всех ведомств для ее развития. Также Горовой высказал мысль о том, что старый транспорт, в первую очередь автобусы, надо с автотрасс убирать. ТРАССА СТО ОДИН 4 тысячи километров дорог в 36 регионах страны Минтранс пообещал привести в нормативное состояние в нынешнем году. На это будет потрачено 65 миллиардов рублей. В более долгосрочной перспективе, до 2025 года, ведомство планирует оборудовать в соответствии со всеми требованиями 50 тысяч километров федеральных и местных автотрасс. Добавлю, что в недавнем отчете Счетной палаты России говорилось о том, что многие миллиарды рублей, выделенные на ремонт дорог по тем или иным причинам, не осваиваются. Многофункциональные центры начали выдавать водительские удостоверения с февраля этого года, а регламент данной услуги появился только сейчас. Итак, ее продолжительность не более 15 дней. Основаниями для отказа могут быть нахождение гражданина в розыске, непредоставление им всех необходимых документов или наличие неоплаченных административных штрафов. Также сотрудник МФЦ должен сфотографировать клиента и получить его электронную подпись. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова